Весной на службу в ряды вооруженных сил уходят юноши. Это священный и почетный долг гражданина Советского Союза. Так записано в Конституции. Провожают в армии своих сыновей все 15 республик. Различные традиции проводов, но суть одна. Юноша уходит, чтобы стать защитниками своего дома, своей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И куда бы ни забросило их военные службы, эти минуты навсегда останутся в памяти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня для них начнется новая непривычная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok А командиры, сержанты, политработники помогут им быстро втянуться в жесткий армейский ритм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стремительные марш-броски на боевых машинах пехоты, грозные танковые атаки и многое-многое другое еще впереди. А пока первая встреча с боевой техникой. Продолжение следует... Только ежедневная, целенаправленная учеба поможет овладеть сложной техникой, стоящей сегодня на вооружении наших войск. Субтитры создавал DimaTorzok Многие из этих ребят станут прекрасными специалистами. Танкистами, саперами, мотострелками, ракетчиками, связистами. Трудно даже перечислить все солдатские специальности, которыми им предстоит овладеть в сухопутных войсках. Трудно даже перечислить все солдатские специальности. Воинская часть, казарма, это дом солдат. В свободную минуту здесь каждый может найти себе занятие по вкусу. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю присягу и торжественно клянусь. Быть честным, грабрым, дисциплинированным, бдительным воином. Строго хранить военную и государственную тайну. Беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы комментированных. С принятием воинской присяги солдату вручается оружие. Продолжается учеба. Все сложнее задачи. Нелегко попасть в мишень скачающейся платформы, но в боевых условиях будет еще сложнее. Вот так на полосах препятствий, в далеких марш-бросках и на полигонах становятся настоящими солдатами. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Письмо из дома. Это всегда маленький праздник. Командир подготовил сюрприз. В день рождения в честь приехали родители солдата. АПЛОДИСМЕНТЫ В Молдавском селе хозяин задумал вырыть погреб. Начал копать, показался стабилизатор. А в этом доме жили, рожали, принимали гостей, не подозревая, как близка опасность. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует... Эти солдаты никогда не знали войны. Они видят только ее смертельные плоды, ржавые, беспощадные в своей слепой силе. Труден воинский хлеб, но как хорошо расслабиться, отведать пахнущий дымком полевой кухни солдатский обед. Как не походят они на себя прежних? Многое ушло безвозвратно, но сколько они приобрели? Получена боевая специальность, выработана дисциплина каждодневного труда. Она останется навсегда, помогая в дальнейшей жизни. И, конечно, дружба мужская, суровая, преданная. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Учение. Уже в самом слове заключена главная цель, ради которой войска, штабы и техника выведены в поле. КОНЕЦ Опыт истории доказывает, умение постоять за себя, дать отпор врагу, это тоже весомый аргумент в борьбе за них. Такие учения, это проверка не только физических сил, знаний и техники. Это проверка моральной, духовной прочности нового поколения солдат. Они в минуту опасности для Родины и ее союзников должны быть готовы встать на защиту завоеваний социализма. В Грозные годы Второй мировой войны здесь прошли, оставив за собой пепел и смерть, танковые колонны врага. В такие минуты особенно остро чувствует солдат необходимость своей тяжелой работы. И нет и не может быть для него ничего важнее, чем спокойствие и мир на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok